Последние четыре года марш Мендельсона в ЗАГСе у Слабинска звучит все реже. Количество желающих сыграть здесь свадьбу сократилось практически наполовину. Зал бракосочетаний на втором этаже с 2014 года признан аварийным. Экспертиза показала, что деревянные перекрытия между этажами прогнили. Есть угроза обрушения. Торжественные церемонии теперь проводят просто в холле, где тоже далеко не праздничная обстановка. Многие стали ездить в ЗАГСы соседних районов. Новобрачные, когда подходят и подписывают актовую запись о заключении брака, видят перед собой вот эти вот ужасные трещины. Несмотря на то, что аварийным помещение признали четыре года назад, проектно-сметную документацию для его ремонта до сих пор не подготовили. Сегодня ЗАГСу Слабинска посетил губернатор Кубани. Это место Вениамин Кондратьев выбрал не случайно. Обратить на него внимание главу региона просили местные жители в своих обращениях. Конечно, вот тот холл, который приспособлен, конечно, жалко, что он остается и в альбомах, и в памяти. Это, конечно, хороший зал. Время, как говорится, ожидания, конечно, оно уже давно-давно завершилось. Если время уже исчерпало, ожидания людей, в том числе молодых, у которых на всю жизнь память о том моменте бракосочетания, на всю жизнь остается в их памяти. Услабинский район лидер в крае по количеству жалоб, которые люди пишут президенту и губернатору. Глава региона вместе со своими заместителями сегодня посетил сразу несколько социальных объектов. Например, в районной поликлинике капитального ремонта не было 29 лет. Лечить пациента в подобных условиях, конечно, недопустимо. Все одинаково завершало и извершало. Это факт. Поэтому, конечно, да и запах-то уже, плесени, старины, он здесь повсюду. Здесь нужно брать по-хозяйски, наводить порядок. Первый, конечно, с капитального ремонта. Памятником бесхозяйственности Вениамин Кондратьев назвал и здание родильного отделения в Услабинске. В законсервированном виде стройка стоит уже больше четырех лет. Чтобы роддом был полон, у людей должно быть целым, особенно у молодежи, уверенность в завтрашнем дне. В том числе, что с ребеночком все будет хорошо и с ними в том числе. Значит, должна в целом медицина быть на уровне. А как быть медициной на уровне, если условий-то нет? Вот мы были сейчас, посмотрели, но это на самом деле в прошлый век. А роддом красивый, конечно, это уже в комплексе. Отсутствие уличного освещения, перебои с водоснабжением и электричеством, грязные улицы – самые частые жалобы жителей района. Что говорить, если даже площадь перед железнодорожным вокзалом похожа больше на заброшенный участок с мусором. Должно быть уютно, чистенько для начала. По-хозяйски не буераки, как вот здесь мы видим, или непонятно, что плиты какие-то, что мы, какое-то здание непонятно. Давно уже с этим собственником нужно было разобраться. Но кроме власти никто это не сделает, никто. Нужно было уже решение давно принимать, жесткое решение, конкретное решение. После объезда по городу Вениамин Кондратьев встретился с местными жителями. Общение с людьми для губернатора – самый достоверный источник информации. По социально-экономическим показателям, Услабинский район оказался среди территорий с уровнем развития ниже среднего. Сегодня, конечно, есть оплённые результаты у Услабинска. Но я надеялся на больше. И специально поехал по тем местам, о которых пишут люди, в своих обращениях на моё имя. И на самом деле нечего сказать возражения тем, кто эти жалобы написал. Вы же не бедный район с точки зрения ресурсов. Но надо хотя бы в набат тревогу бить, потому что если глава не бьёт в набат, значит, естественно, я думаю, что всё идёт нормально, всё идёт стабильно. Инициативы нет. В общем, вопрос. В программах участия не принимает район. Ни в каких. Конечно, откуда-то чему-либо здесь взяться. Почему не участвовать в программах, где, конечно, многие-многие проблемы бы решались? Безусловно. Только участвуя в образовательных программах, район как минимум мог бы отремонтировать и построить спортивные залы в школах. Из 16 краевых программ в системе образования район принял участие только в одной программе в прошлом году. Это покупка школьных автобусов. 15 программ проигнорировано. Ну, либо у вас нет софинансирования, либо нет желания, я не знаю. Но, во всяком случае, заявок на строительство и капремонт спортзалов вы не подали ни одной. Вопросы от местных жителей из зала, как всегда, вскрывают самые наболевшие проблемы. Например, в микрорайоне Услабинска, которую в народе прозвали «Поле чудес», частично нет газа. А многодетным семьям там выдали участки земли под строительство в местах, где для этого нет никаких условий. Даже не нарезали улицы, нету ни дорог, ничего, там грязища по пояс. Как нам строиться дальше? С 2014 года, сейчас 2019, мы строимся там в грязи. Ни прохода, ни проезда, ни воды, ничего. Значит, поручение все равно идет официально муниципальному образованию Услабинский район, то есть главе, поручение идет для протокола. Кто здесь представитель Министерства строительства Рожига-Края? Давайте так, вы берете под свой личный контроль в целом уже теперь наведение порядка в этом «Поле чудес». На самом деле там появились у них дороги, первичный проект схем коммуникаций, транспортного сообщения, пешеходного, чтобы мы понимали, что там нужно сделать и в какой очередности. Поэтому сделайте комплексный проект с пониманием того, что нам сделать так, чтобы этот микрорайон «Поле чудес» превратился в настоящий микрорайон. Жилой, комфортный, удобный для жизни. Договорились? Потому что в противном случае, такое у меня ощущение, что в «Поле жили» и в «Поле живут. И боюсь, что в «Поле жить» останутся. Одна из самых острых тем – газификация района. Ее уровень едва превышает 70%. Например, часть станицы Ладожской находится без голубого топлива. При том, что рядом, по словам жителей, проходит трубопровод. Людям приходится отапливать дома дровами. Все это, конечно, должно остаться в прошлом, отметил Венимин Кондратьев. Тем более, что потенциал в Услабинском районе есть. Жизнь после нас все равно должна продолжиться. И в Услабинске тоже. И в крае. Вот мы за это с вами сегодня отвечаем. И я уверен, мы сегодня отчасти гордимся своим краем, а вы гордитесь своим Услабинском, который достался вам от предшествующих поколений. Мы гордимся вчерашним Услабинском. Тем, который нам достался от наших предшествующих поколений. Давайте сделаем все, чтобы наши дети, по крайней мере, гордились только своим Услабинском, но тем, который им доставится, от нас. Местные жители три с половиной часа не отпускали губернатора. Кажется, и этого времени не хватило, чтобы задать все вопросы. Глава региона дал поручение после встречи остаться руководителем профильных ведомств и взять на карандаш все озвученные сегодня темы. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Услабинский район. Денис Перец,